Дамы и господа, Василий Николаевич Брэй, Европейский университет, замкаторе инфрационной безопасности профессии. Я бы хотел с вами поделиться своим мнением о том, что я сегодня услышал, скажем, о такой проблеме, как безопасный повод. Я не знаю, может быть, многие из вас впервые присутствуют на такой проблеме. Мне подавалось быть не один раз, и я скажу, что самая последняя большая проблема, вот та, которая сегодня стоит перед участниками другого стола, она проводилась в 2010 году на стадионе «Чайка». Проводила ее служба безопасности. Участвовали страны Германия и Турция, которые представляли свой дизайн и вопросы, которые касаются безопасности города. То, что проблемой сегодня позвучало, это очень хорошо. Может быть, это впервые, вот скажем, в Украине так остро стал вопрос безопасности города. Но эта проблема настолько сложная, настолько многогранная, что, на мой взгляд, вот то, что сегодня позвучало, скажем, киевская администрация принимает решение какому-то, какому следующему что-то решить. В мой взгляд, эти вопросы не будут решены. Во-первых, не финансово, с моей точки зрения, я говорю тоже, с моей точки зрения, потому что это многомиллиардный проект, это раз. Во-вторых, это нормативно-формально опасно. Я просто приведу пример. Многие страны, вот здесь выступали участники, выступают, вырабатывают оборудование, то, которое будет участвовать в безопасности города. Но нормативная база этих стран, нормативная база нашего государства, во многих вещах разная. И даже если монтировать те же, вот сказали, в Москве поставили нам 2000 или 1500 видеокамер, вопрос решается. Городом поставили 10 тысяч, и вопрос безопасности не решен. Я приведу вопрос безопасности города в Канаде, где я почувствовал, что такое безопасность, украинец. Когда мы ехали в машине по нормальной трассе, где сидит зять дочь Сайдонка, и они решили поменять, извините, память по дороге. Я говорю, надо встать. Я говорю, да поехали, ну что тут, господи, остановились. Мы поменяли по дороге и проехали ровно 200 метров. Нас остановила полиция и оскорховала за нарушение безопасности движения на 75 тонн. Вот что такое безопасный город. Видеокамер нет, никого нет. Водители, которых кто-то увидел, перезвонили в полицию и сразу вас услышали. То есть в безопасном городе участвуют все жители города, вся администрация, все средства, все командные пункты, технологии и так далее. Более того, вот в той презентации, которую предлагали, скажем, турки, у каждого человека, жителя города, есть специальное устройство на руке. И если он увидел там, например, какое-то нарушение, он нажимает на кнопку и не надо никуда звонить. Сигнал пошел, на него сразу реагируют. Ближайшее какое-то отделение и так далее, что подобное. Но с другой стороны, вы посмотрите, наши вопросы безопасности. С одной стороны, нам скажется, милиция есть, команды есть и так далее, и так далее. Все у нас есть в порядке. Не лозунги, просто обидно из-за того, что многие вопросы, которые нужно решать, мы должны с вами решать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...